Всем привет! С вами VideoShopper.ru. Сегодня в нашем обзоре компактный, тонкий и стильный планшет Samsung Galaxy Tab S2. Это произведение от компании Samsung сразу вызвало во мне восхищение и сегодня я вам расскажу о нем. Итак, обо всем по порядку и для начала начнем с комплектации. В коробке помимо планшета находится зарядный блок, кабель USB, документация и скрепка для извлечения лотков. Когда вы купите планшетный компьютер у нас, то получите тест-драйв в течение 14 дней, подробную навигацию с картами России, пакеты с более чем 60 полезных программ и более 100 увлекательных игр. Подробности по телефону на экране или на сайте video-shopper.ru. Внешний вид. Дизайн Tab S2 на меня сразу произвел огромное впечатление. Первое, на что я посмотрел, это его толщина. Она составляет чуть более 5 миллиметров. По габаритам он не огромен и не мал. На мой взгляд, это оптимальный и самый удобный размер для планшета. А когда он в руках, так и вообще его 256 грамм и не ощущаешь. Вокруг корпуса проходит металлическая рамка с полированной гранью, а задняя поверхность покрыта софт-тач пластиком, очень приятным на ощупь. Решение в пользу такого покрытия очень практичное с точки зрения царапин, а также за счет него планшет очень надежно лежит в руке. В общем, за внешний вид стабильная пятерка. Выглядит он очень приятно. Основная часть кнопок управления и разъемов разместилась на правом боку. Тут кнопка включения, качелька громкости и лотки под сим-карту и карту памяти, которые открываются с помощью скрепки из комплекта. На тыльной стороне расположилась основная камера без вспышки. На нижнем торце находится разъем USB, аудио-разъем 3,5 мм и два динамика. В верхней части передней панели планшета находится фронтальная камера и датчик освещенности. Под дисплеем расположены две сенсорные кнопки, а также механическая клавиша домой, совмещенная со сканером отпечатка пальцев. Что касается экрана, то тут установлен Super AMOLED дисплей диагональю 8 дюймов с разрешением 2048 на 1536 точек и плотностью в 326 ppi. По мне, экран получился просто отличным. На улице при ярком солнце читается все. Качество картинки отличное, цветопередача на высшем уровне, к углам обзора тоже претензий нет. В настройках экрана можно отрегулировать один из пяти режимов работы. Адаптивный, фильм AMOLED, фото AMOLED, основной и для чтения. По качеству я считаю, что на данный момент это одна из лучших моделей, где экран просто безупречен. Работать, читать, смотреть фото и видео на нем очень приятно в любом месте и при любой погоде. Теперь заглянем в начинку. Тут установлен 64-битный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 5433 с частотой 1,9 ГГц. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной 32 ГБ. Для пользователя доступно около 24 ГБ. Если этого окажется мало, то память можно увеличить за счет карты памяти до 128 ГБ. Благо такая возможность тут есть. Показатели производительности тут высокие. Планшет отлично переваривает все современные игры. Что касается работы с другими приложениями и программами, то за это вообще переживать не стоит. Он справляется со всеми задачами на отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интерфейс работает максимально быстро, без малейшего намека на подтормаживание или зависание. Скажу сразу про батарею. Тут она на 4000 мАч. Показывает она вполне стандартный режим продолжительности жизни. В обычной нормальной повседневной работе аккумулятора хватит на день. Если же играть в игры, то 4-4,5 часа. В режиме просмотра видео 6 часов. Есть режимы энергосбережения, что позволит вам в критическом моменте продлить жизнь батареи на значительное время. В общем, что игры, видео и другие ваши действия отразятся на продолжительности работы, исходя из настроек экрана и требовательных приложений. А работает все это на операционной системе Android 5.0, поверх которой установлена версия фирменной оболочки TouchWiz. В ближайшее время Samsung обещает выпустить обновление операционной системы до Android 5.1. Поживем-увидим, как говорится. Интерфейс работает быстро и плавно. Намеков в процессе эксплуатации на подтормаживание нет. Ярлыки для удобства можно группировать по названиям в папке. При свайпе экрана влево появится интерактивная новостная лента Flipboard. Настроив данную ленту под себя, на экране будут показываться самые актуальные новости и информация, которая интересна именно вам. Для этого ему отводится отдельный экран и все может прокручиваться в виде длинного списка. Есть 4 режима движения и жестов. Прямой вызов, смарт-уведомления, отключение звука и скриншот ладонью. Пакет встроенных приложений включает все стандартные приложения от Google, которые разместились в отдельной папке. Из предустановленного имеется софт от Microsoft, фирменные приложения S-Planner, облачное хранилище OneDrive со 100 гигабайтами внутренней памяти бесплатно сроком на 2 года, сервис заметок, Программа Smart Manager для стабилизации работы и удаления мусора. В общем, оболочка как внешне, так и внутренне очень приятная и удобная. Пользоваться, да и привыкнуть к ней можно очень быстро. Но не стоит забывать и о сканере отпечатка. В данном устройстве сканер хорошо доработан и позволяет просто приложить палец к кнопке. Функция работает отлично, к ней претензий нет никаких. Теперь посмотрим на камеры. Фронтальная имеет разрешение 2,1 мегапикселя. Основная 8 мегапикселей без вспышки и с диафрагмой со значением f1.9. Есть режимы виртуальной съемки, про, панорама, функция двойной камеры, автопортрет, постэффект. Также имеется эффект винтаж, оттенок серого, виньетка и другие. Из стандартных настроек можно ставить стабилизацию видео, сетку, настроить клавиши звука, а также выставить значения ISO, таймера и режим экспозамера. Видео камера снимает в QHD. Примеры фото и видео оцените по тестовому ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB 2.0, GPS, GLONASS и LTE. NFC в устройстве отсутствует. Еще планшет поддерживает работу в 2G, 3G и 4G сетях. С S2 можно делать голосовые вызовы и писать SMS-сообщения. Ну, будем делать выводы. Samsung Galaxy S2 получился отличным планшетом с хорошими техническими данными. В целом, его внешний вид и внутренние характеристики дают ему огромную оценку и сказать чего-то плохого язык не поворачивается. Одна только толщина планшета делает его очень впечатляющим устройством, несмотря даже на его отличный экран. А, пожалуй, лучший экран из всех, которые есть на планшетах. Из недостатка отмечу лишь время автономной работы. В остальных показателях этот планшет достоин, чтобы его купили. С вами был VideoShopper.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачи в выборе. Пока!